Ну и главный вопрос, которым сейчас задаются специалисты, что же стало причиной трагедии. Около получаса назад агентство Франц Пресс сообщило, что ответственность за гибель российского гражданского лайнера взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. На интернет-ресурсах этой запрещенной в России организации даже появились фотографии, якобы в доказательство того, что робот сбили боевики. Правда, все это выложили спустя почти полсуток после катастрофы. На фотографиях самолет совершенно другой авиакомпании. Правоохранительные органы Египта категорически опровергли версию о том, что причиной крушения могла стать диверсия. Об этом же говорят в российском Минтрансе. О том, что лайнеры уж точно не могли сбить из ПЗРК, говорят и специалисты. Ракеты, выпущенные из таких комплексов, не способны достичь высот, на которых летают пассажирские лайнеры. Павел Матвеев продолжит тему. Итак, что к этому моменту известно доподлинно? Немногое. По данным сайта Flightradar, самолет штатно набирал высоту, после чего в конце своего недолгого полета вдруг стал снижаться, причем существенно. Перед тем, как пропасть с радаров, он потерял 2 километра за минуту, одновременно резко теряя скорость. То есть фактически самолет остановился, как останавливается автомобиль, водитель которого снимает ногу с педали газа. И камнем вертикально рухнул на землю. Вопрос, почему? Аналогия с печально известным German Wings, чей пилот умышленно разбил самолет, отпадает сразу. Экипаж докладывал о неких проблемах и запросил экстренную посадку, то есть пытался спасти себя и людей. Что же могло произойти в небе над Синаем? Пока мы можем рассматривать несколько версий. Одна из таких версий – это техническая неисправность на борту самолета, развитие которой дальше повлекло катастрофические последствия. Еще одна версия, которая также будет рассматриваться, учитывая особенности региона, откуда осуществлялся взлет, это возможный теракт. Учитывая, что техническое обслуживание лайнера на земле осуществляют иностранные специалисты, продукты для кормления пассажиров, также поставку их осуществляют местные фермы. В данном случае речь идет о том, насколько профессионально работала служба авиационной безопасности аэропорта в Египте, откуда осуществлялся вылет самолета. Внутренние проблемы или вмешательство извне? Аэробус летел над неспокойным регионом. Конфликт на Синайском полуострове между исламистами и властями Египта продолжается несколько лет. В пользу внешнего воздействия говорит то, что самолет, скорее всего, развалился в воздухе. Тела погибших находят в радиусе 5 километров. Мог ли это быть теракт? Я не исключаю даже, может быть, и теракт. Не исключаю. Почему? Потому что для такого самолета много-то и не надо, в принципе. В принципе, достаточно в багаже там что-то заложить и вытаскивать с герметизацией и в конечном итоге может привести неизвестно к чему. Теоретически бомбу в самолет подложить могли. Но как тогда быть с техническими проблемами, о которых докладывал экипаж? Не мог же он запросить экстренную посадку в Каире после того, как самолет взорвался? Каков характер неисправности озаботивший экипаж, пока толком неизвестно. Были сообщения о поломке радио, но от этого самолеты не падают. Она могла стать следствием какой-то более серьезной проблемы, которая и привела к трагедии. Есть информация о том, что в последние дни перед раховым полетом экипажи неоднократно жаловались на работу двигателя. Но даже если он отказал, у аэробуса ведь их два. Самолет вдруг с 740 км в час, как по данным флайд-радара, вдруг потерял скорость до 170 км в час. Просто так, даже при отказе двигателя, так резко скорость не теряется. При одном отказавшем двигателе самолет совершенно спокойно может лететь и в горизонте, и долететь до того же Каира и произвести посадку. Более того, он даже набирает высоту на одном двигателе. В любом случае, все версии пока не более, чем версии. Выводов же, судя по всему, скоро ждать не стоит. Расследование авиакатастроф процесс небыстрый и остается лишь запастись терпением.